Друзья, и вот мы плавно переместились в комплекс Мальдивы. Я его уже показывал в одном из своих видео, но показывал бы его в вечернее время, когда не было видно хорошо и тяжелее было представить, как он вообще выглядит. И сейчас вы можете при свете дня наблюдать, что он себя представляет. Рядом находится на территории ресторан California с европейской едой. В центре комплекса располагается большой бассейн с такими надувными лебедями. Дальше вы видите, очень красиво располагаются шезлонги прямо на воде. То есть можно зайти в шезлонг прямо по щиколотку в эту воду, лечь на него и фактически прямо рядышком с вами будет находиться, прескаться вода. Тут очень много зелени, красиво все как раз таки обустроено, облагорожено. Ведут такие дорожки бетонные, и возле них находятся усыпанные обычными камнями. Сам комплекс состоит в этой части из апартаментов 2 плюс 1, наверное, 1 плюс 1. Вот не знаю, есть ли тут 3 плюс 1 апартаменты. Вот эти шезлонги, которые располагаются прямо на бассейне. Это так называемый лягушатник, да, мы бы назвали. Виды на море лежа точно не открываются, потому что мешают крыше бунгало. Но в целом здесь очень много растительности, и поэтому все выглядит все равно довольно красиво. Смотрите, какие классные качели. Реально можно сделать красивые фотки. Тут вот в любом ракурсе, который снимаете на Мальдивах, и вы получите атмосферные красивые фотографии. У людей на террасах первых этажей растут, получается, вьющиеся растения. Все это красиво так вплетается. Вечером подсвечиваются ступеньки. Находится здесь теннисный корт и баскетбольная площадка. Пойдемте вам покажу сейчас, как выглядит тут бунгало. Здесь находится ближе к воде, к морю, находится ряд бунгало, которые стоят полукругом. И внутри этих бунгало находится их внутренний, так называемый, частный бассейн. То есть для жителей, которые проживают вот в этих апартаментах, доступен вот этот бассейн. Инфраструктура ресторана Калифорния, Калифорниан, Шезлонги. В общем, как я вижу, для чего вообще подходит это место. Это место сугубо для отдыха, для того, чтобы приехать в уикенд, провести хорошо выходные, либо приехать из другой стороны, пожить 2-3 недельки в тишине, в спокойствии, с красивой инфраструктурой. Здесь есть водный бассейн, здесь есть хороший тренажерный зал. Рассматривалось, например, как место для постоянного проживания. В целом, для отдельных людей, возможно, это и подойдет. Для семьи с детьми, опять же говорю, не вариант, потому что комплекс располагается все-таки подальше от Фомагусты, от Кирении. И поэтому рассматривать и убирать это место для постоянной жизни именно семьи с детьми я не могу. Но этот комплекс, как я уже говорил раньше в других своих видео, это отличная инвестиция у тех, кто купил, уже успел привезти на стадии предпродаж этот комплекс. Теперь они могут его как сдавать, так и при желании могут перепродать и получить хороший, скажем так, бонус. Также, помимо шезлонгов, здесь находятся вот такие классные симпатичные бунгало. Можно полежать, как я говорил. Здесь можно вот прям просто фрилансеру улечься тут, взять, включить свой макбук, подключиться к интернету и, находясь, снимая с этого бунгало, работая в этом бунгало, наслаждаться этой всей красотой. Вот, ребята, я вот сейчас просто улегся наглым образом здесь. И вот просто хочу показать, чтобы вы вот глазами этой камеры просто пытались понять, ощутить вообще, что из себя представляет вот именно инфраструктура этого комплекса. Таких бунгало находятся на территории здесь, на площадке, три. Опять же, с этих бунгало можно наблюдать и море, видеть, потому что находятся на такой площадке возвышенности. И внизу у нас располагаются полукругом бунгало. Бунгало, конечно, красиво, с такой страстниковой крышей, облицованы таким грубым камнем. Выглядит, конечно, все это красиво. От бунгало проходим, опять же, к бассейнам. Спускаемся вниз вот по такой дорожке. Опять же, попадаем в так называемый сад цветущих кустов, деревьев. Все в зелени, все аккуратно, пострижено, красиво, чисто убрано. Тишина, спокойствие, птички тут попают. Вот у людей на первом этаже, у которых апартаменты, такие красивые террасы, аккуратные. Обратите внимание, мы уже спустились на первый этаж. И проходимся мимо бунгало. У каждого бунгало есть своя территория. Здесь, опять же, все отделено такими кустами. Есть место для стоянки. Даже место есть комната для миссинг-вум, для переговоров. Я так понимаю, эта комната используется застройщиком. С большим дисплеем, с большим количеством стульев. Показывают презентации, проекты. Мивчарт стоит. Внизу располагается, опять же, зона, я так понимаю, с массажными крислами. Это, наверное, зона спа. Внутри закрытый бассейн. Он сейчас через стекло плохо виден. Лейшур центр. Ага, вот сюда можно попасть. Вот здесь лежат полотенца. Шкафчики. Играет тихо, релакс-музыка. Подвесные качели. Запах такой интересный. Тут сходит какой-то ароматизатор. И сам закрытый бассейн. Играет приятная, спокойная, релакс-музыка, которая позволяет расслабиться. Сейчас я, друзья, расслаблюсь точно. Улягусь тут и буду отдыхать. Хорошая, аккуратная, закрытая территория бассейна. Дальше идут у нас массажные кабинеты. Уже внутрь проходить не буду. Сюда ведет помещение в хамам. В сауну. И в душевую. Сейчас это закрыто. Но я уже показывать не буду. Представляете, вы выходите из хамама, сауны. Проходите в закрытый бассейн. Там плаваете, окунаетесь. Выходите через такой красивый ресепшн. И снова окунаетесь во всю эту природную красоту. Территория здесь фактически закрытая. Вокруг находятся кустарники, которые ограждают от незваных гостей и посетителей. И сохраняют конфиденциальность, так называемую, чтобы жильцы, жители, либо гости этого комплекса, вот этих бунгало, могли спокойно проводить время. Как раз таки окна в этих бунгало выходят на террасу, именно выходят на большой бассейн. Здесь уже, кстати, посадили кусты и уже гранаты. Посмотрите, как они уже разослись. Выход к морю с такой аркой в виде сердца. Бунгало, которое располагается в первой береговой линии. Они идут с такими хорошими, красивыми террасами, добротными столами, мягкими креслами. Огромнейшие панорамные окна. Посмотрите, вот с видом на бассейн идут огромные панорамные окна. Подвесные качели есть у бунгало. И, конечно, застройщик обеспокоился об удобстве жильцов комплекса, чтобы они могли прогуливаться, ездить на велосипедах. И, конечно же, обустроил территорию в воде самого берега. Посмотрите, все в зеленой траве. Вокруг, опять же, красиво расположили клумбы с цветами, расставили камни. В общем, такая интересная, красивая композиция. Спуск к морю. Спуск к морю, где такая находится бухта. И где-то там должны прятаться качели. Хотя очень смотрится интересно, так вот реально создается вид, что ты находишься на каких-то там Мальдивах. Вот так, друзья, кратко показал общую инсультуру комплекса Мальдивы. Вы можете писать в комментариях, как читаете, насколько вам понравился этот комплекс. Он, опять же, находится, я повторюсь, в СНТП. Для чего он больше предназначен? Для жизни, постоянного проживания. Подходит ли он для семьи, подойдет ли он для семьи с детьми, либо выберут это место как инвестицию для сдачи в аренду, либо просто купят как дом для того, чтобы периодически там три раза в год, на два-три месяца приезжать сюда и отдыхать. Пишите в комментариях, как вы думаете, что вы думаете по этому поводу. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В котором мы пообедали. Такая здесь обстановка красивая. Такие вот светильники, лампы. Открытые виды на море. Красиво декорировано. Стоят разные сувенирчики. и удобно мягкие сидения, барная стойка, стулья интересные, длинный такой бар. Ну и самое интересное, это, конечно, книжная полка, в которой все книги на русском языке. Мы находимся в Мальдивах СНТП и все книги, которые здесь есть, они на русском языке, кстати, не продаются. Вот так, друзья.